Америка на наших глазах пытается построить новый мир. Чтобы реализовать свой замысел, ей надо разрушить мир нынешний. Одной из технологий разрушений старого мира является так называемый управляемый хаос. О нем мы и поговорим в нашей программе. Добрый вечер. Почему Соединенные Штаты Америки с такой настойчивостью заняты сегодня разрушением целых государств, упразднением сложившихся в этих государствах социальных моделей и структур? Почему аналитики все настойчивее говорят о том, что Америка применяет на практику теории управляемого хаоса? Пришли к этому славные ковбои не от хорошей жизни. Когда в результате победы в Холодной войне им удалось уничтожить Советский Союз, они оказались единственной на тот момент сверхдержавой и почувствовали себя хозяевами мира. У господ случилось головокружение от успехов. Они поверили в незыблемость этого статуса. Поверили, что Америка наконец стала тем новым Римом, о котором они так давно мечтали. Но Рим – это не только красота фасада, это еще и бремя, бремя империи. Если вспомнить Древний Рим, то это легионы во всех провинциях, постоянные войны сопредельными государствами. Это римское право, которое они несли покоренным народам. Это дороги акведуки, которые они строили, в том числе и на завоеванных территориях. Рим покорял народы, но он их старался сделать римлянами, оккультуривал, если можно так сказать, интегрировал элиты варварских народов в свою элиту. Это требовало от римлян большого напряжения творческих, военных, физических сил. Все это в комплексе и есть бремя империи. Когда граждане Рима устали его нести, погрязли в разврате и потреблении, Рим пал. Империя не может существовать без народа, готового взвалить на себя и нести бремя империи. Когда народ устает нести это бремя, империи рушатся. Элита устает думать, население устает работать, армия устает воевать. Все остальные катаклизмы, лишь следствие этого фундаментального. Народ устал нести бремя империи. Людям хочется отдыхать, развлекаться, не хочется напряженно работать, учиться, творить. Вспомните крылатую фразу, с которой можно ввести отсчет начала падения Рима. Хлеба и зрелищ. Гедонизм. Лучший убийца духа любого великого народа. Ну, казалось бы, устал народ и что такого? Не нужна никакая империя. Будем пить, гулять, отдыхать и в ус не дуть. Но на поверку оказывается, что пить гулять можно ровно столько, насколько хватает запаса прочности того, что было построено предками, которые несли это бремя. Потом все. Придут новые активные люди и займут не только твой дом, но и твое место под солнцем. И что еще очень важно? Только народы, несущие подобное бремя, могут быть творцами истории. Они являются субъектами. Они решают, куда идти человечеству. Они прокладывают исторические пути. Англосаксонская элита все это прекрасно понимает. Науку господства эта элита постигла в совершенстве. И в какой-то момент эйфория, наступившая после крушения СССР, закончилась. Потому что элита США осознала, что американский народ не готов нести бремя империи. В 90-е годы Америка, став единственным гегемоном в мире, сосредоточила в своих руках огромные финансовые потоки, ресурсы. Население США около 5% от населения планеты Земля. При этом американцы потребляют более трети мировых ресурсов. Это и есть тот бонус, который имеют жители метрополии по сравнению с колониями. Итак, есть зажиревшее население, не желающее умирать на войне и напряженно работать, но желающее всячески развлекаться и потреблять. Как быть? Как удержать доминирующее положение в мире, сохранив уровень потребления? При этом никак особо не напрягаясь. Ответ был найден. И как это часто бывает, его подсказала история. Наука всех наук. У Великого Рима, которым правили в большей степени представители военной аристократии, был вечный враг Карфаген, которым правили бизнесмены того времени, купцы и прочие торговцы. Были и две различные армии. Армия Карфагена, состоявшая из наемников, и римская армия, состоявшая в основе своей из граждан Рима, служивших Риму. Эти две различные концепции. Армия наемная и армия, состоящая из свободных граждан, проходящих службу. Соответственно, было и два мировоззрения. Мировоззрение римлян, желающих творить историю и преобразовывать мир вокруг себя, и мировоззрение карфагенян, мыслящих категориями получения прибыли. Если Рим правил силой своих легионов, и готовностью своих граждан нести бремя империи, то Карфаген правил по принципу «разделяй, властвуй». Он ссорил между собой соседей, запускал войну всех против всех, устраивал хаос, вводил на чужие территории, раздираемые хаосом, свои войска, грабил и уходил. Он не оставлял легионов и не строил дорог, просто сеял хаос, грабил и уходил. Ничего не напоминает? Америка в сегодняшнем ее виде – это карфаген, а не Рим. И главный принцип подобного управления заключается в следующем. Как бы у тебя не было плохо, надо сделать так, чтобы кругом было еще хуже. Тогда все ресурсы сами собой потекут к тебе, ибо сказано – деньги любят тишину. Вот этим Америка и занялась полномасштабно середины 90-х годов. Она вместо концепции глобального мирового порядка взяла на вооружение доктрину глобального мирового беспорядка, управляемого хаоса. Одним из отцов современной теории управляемого хаоса является ученый Стивен Манн. В прошлом – высокостатусный дипломат, который несколько десятилетий специализировался сначала по СССР, а затем по России и СНГ. Приведу только несколько цитат для общего понимания того, каким образом понятие, взятое из теоретической физики, оказалось приложено к обществу. Идеологическое обеспечение каждого из нас запрограммировано. Изменение энергии конфликта людей направит их по пути, желательному для наших целей национальной безопасности. Поэтому нам нужно изменить программное обеспечение. Как показывают хакеры, наиболее агрессивный метод подмены программ связан с вирусом. Но не есть ли идеология лишь другое название для программного человеческого вируса. С этим идеологическим вирусом в качестве нашего оружия США смогут вести самую мощную биологическую войну и выбирать, исходя из стратегий национальной безопасности, какие цели народы нужно заразить идеологиями демократического плюрализма и уважения индивидуальных прав человека. Только у Америки будет возможность сохраниться в качестве острого порядка в океане управляемой критичности, то есть глобального хаоса. Хаос не подразумевает ни покоя, ни прогресса, ни восхождения. Хаос нужен для разрушения. На то он и хаос. Направление главного удара машины хаоса национальные государства. Что мы видели по всему Ближнему Востоку и Северной Африке в ходе так называемых арабских весен. Именно разрушение национальных государств, устойчивых и развивающихся. Национальные государства стали ненужным для игроков, сидящим за мировым карточным столом. Так же, как Первая мировая война одной из своих целей имела разрушение империи, так и нынешняя, Третья мировая, ставит своей целью разрушение национальных государств. Национальные государства должны быть разрушены. Везде должен воцариться хаос. Везде. Кроме одного благословенного государства. США. Вслед за государствами Северной Африки и Ближнего Востока, куда хаос был запущен под личиной арабских весен, Украина тоже стала территорией, на которой воцарился рукотворный хаос. Мы видим, как государства одно за другим затягиваются в воронку хаоса. Украина, как таковая, особо никому не нужна. Но американцам надо во что бы то ни стало перекинуть хаос на территорию России. Чтобы там началась гражданская война. Война всех против всех. Ослабленную войной, развалившуюся на части территорию, легче потом взять под контроль. Жизнь и история постоянно бросают нам вызовы. Наши предки с честью встретили брошенные им вызовы и победили. Только от нас зависит, как мы пройдем этот зигзаг истории. Проиграем и канем в лету, либо найдем себе силы и победим. Победим не благодаря, а вопреки. Вы потомки народа-победителя. Давайте это помнить всегда. Закончить хочу словами римского полководца и политика Марка Порция Катона, которым он заканчивал каждое свое выступление на протяжении многих лет. А Карфаген должен быть разрушен. Это была Политинформация. До скорых встреч!